привет всем друзья сегодня с вами снова я владимир и сегодня расскажу вам о том как установить ubuntu на флешку как полноценную операционную систему то есть не просто загрузочный дистрибутив а операционка которая будет грузиться при включении компьютера под ваши получается учетной записью со всеми вашими проинсталлированными программами плюс со сохранения настроек то есть как если бы установили ubuntu на жесткий диск только все это будет храниться на флешке профит налицо вставив флешку в любой другой компьютер и в принципе через bios загрузившись на флешке вы сможете даже с паролем то есть полноценной защиты пройти в свои личные данные и работать с теми программами которые у вас уже настроены то есть система абсолютно гибкая как как полноценная операционка я такой ролик уже снимал но прошлый видеоролик в принципе требовал от вас в среднем 20-25 минут на полноценную установку нужно было переключаться между линуксом windows очень много было проблем таких как разметка жестких дисков принципе определение последовательности загрузки загрузчиков но многие написали что идея классная но сложно то есть сделай проще расскажи как сделать проще предлагая вашему вниманию новую версию до новый вариант установки ubuntu на флешку от вас потребуется только windows никуда не нужно будет переключаться все делается одним махом за одну сессию то есть за 10 минут вы сможете установить ubuntu на флешку и пользоваться ее абсолютно на любом компьютере со всеми вашими программами и настройками смотрим надеюсь вам понравится итак давайте приступим первым делом нам нужно подключить флешку к компьютеру минимальный размер 8 гигабайт и мы видим как windows реагирует на флешку с установленным линуксом предлагает ее отформатировать в принципе windows можно понять потому что если мы попытаемся задать его флешку мы видим что мы этим диском пользоваться не можем так как не удается опознать присутствующую на томе файловую систему а файловая система там стоит и xt4 то есть чтобы показать что с флешкой все нормально мы запускаем linux reader специальная программа которая под виндой позволяет смотреть в принципе до диски на файловой системе linux и вот она наша флешка на 8 гигабайт просматриваем ее никаких проблем нету то есть заходим свойства и тут файловая система должна быть xt4 но почему-то не отображается а получается что это корень слэш это уже установленная ubuntu мы ее подключили что мы должны сделать мы должны извлечь ее да то есть не физически а именно от монтировать от windows мы извлекаем принципе теперь она вообще никак не доступна да мы видим ставьте устройство в съемный диск но она у нас по-прежнему подключена компьютеру дальше мы с вами качаем дистрибутив ubuntu давайте посмотрим вот он весит он получается почти гигабайт и я себе качал версию 14.04 потому что она с длительной поддержкой эта версия на 32 бита вот и также от нас потребуется установленная virtual box да ну она у меня есть имеется как таковая для работы но в любом случае она нужна и что мы делаем мы жмем создать вбиваем название машину ubuntu тест я не могу также назвать ubuntu потому что выдаст сообщение что такая машина уже имеется и выбираю разрядность 32 бита вам в принципе тоже рекомендую качать респе 2-битную потому что 64 бита это актуально для настольного компьютера с большим количеством оперативной памяти нас в нашем случае нам нужно скорость легкость поэтому 32 бит виртуальная машина предлагает нам выставить 512 мегабайт да мы ставим гигабайт их 1024 только для того чтобы процесс установки ну был очень и очень упрощенный то есть без каких-либо содержит рекомендуется создать новый виртуальный диск мы этого не делаем потому что давайте вам покажу что диски весит они довольно таки много да но в случае с андроидом да я работаю под виртуальной машины для определенных целей у меня без малого 17 гигабайт и таким образом у вас 8 гигабайт улетит впустую поэтому жмем не подключать виртуальный жесткий диск да я себе такую роскошь не могу позволить более того если мы не будем создавать виртуальный жесткий диск то скорость установки и сам в принципе процесс установки очень сильно мы облегчим себя нас пугает что этого хватит только для того чтобы загрузить операционную систему но и для полноценной работы нас то более чем устраивать заходим в настройки носители выбираем контроль ради мы видим пусто и мы примонтируем наш оптический образ собственно туда куда вы закидывали дистрибутив ubuntu качали у меня это в tp сервер я в принципе подключил его никаких галочек ставить не надо и usb у нас включен контроллер usb мы должны подключить флешку до который подключили то есть но пустую флешку с которой вы собираетесь работать да куда вы собираетесь инсталлировать собственную бунту вот кстати да обратите внимание что может быть такое что средствами windows вам флешку отформатировать не удастся тогда я я бы на вашем месте воспользовался утилиты gpart она абсолютно бесплатно распространяется бесплатно и можно в принципе воспользоваться кронисом тоже очень хорошая программа делаю обзоры всем рекомендую мы флешку размонтировали из windows только для того чтобы она без каких его проблем подхватилась виртуальной машины и не было сообщения об ошибке далее мы запускаем виртуальную машину развернем на весь экран процесс установки рассматривать не будем я а кстати да покажу вам еще один маленький нюанс просто у меня есть цветовой индикатор я вам хочу показать что смотрите да флешка у нас здесь пропала она пропала по той простой причине что ее подхватила виртуальная машина мы видим индикации что сейчас мы видим она работает с моей флешкой jet flash mass storage и точно также у меня мигает индикатор на флешке разворачиваем на весь экран ждем какое-то время и что сейчас будет у нас сейчас запускается установка скажем так оболочка для установки линукса с нашего образа да который мы качали с сайта canonical ждем еще какое-то время и грузится интерфейс настраивать интернет не надо то есть при установке виртуальной машины виртулбокс на автоматом построиться под вашу домашнюю сеть и автоматически будет выход в интернет то есть принципе тут все нормально выбираем русский язык установка очень очень стандартная просто покажу вам в принципе насколько все просто и скорость будет значительно выше чем в прошлый раз жмем установить ubuntu и сейчас он проверит соответствуем ли мы требуем требования имеем как минимум 64 гигабайта свободного места на диске подключены к источнику электропитания к интернету жмем скачать обновление при установке и можно это установить стороннее программное освещение чтобы сразу можно было прослушивать музыку но естественно потом все равно надо будет качать кодеки да там пакет кодеков от ubuntu и сейчас покажу что вот многие тогда мучились я уже в начале видеоролика говорил что случайно да из-за человеческого фактора затирали загрузчик windows здесь такого не будет да единственное что смотрите здесь уже имеется установленная версия ubuntu то есть потому что я естественно с нее грузился если у вас будет флешка абсолютно чистая пустая то есть у вас этого пункта не будет у вас будет вот этот вот пункт и в принципе возможность включить ключ безопасности то есть шифровать данные на флешке но я вам покажу что вот будет этого пункта не будет а вот все остальные будут я сейчас показываю вам и жмем установить сейчас то есть тереть диска установить ubuntu установить сейчас и пойдет процесс установки процесс установки будет длиться где-то минут 15 ну то есть быстрее чем в прошлом видеоролике потому что тогда уходило времени чуть ли не 35 минут потому что использовали две флешки и компьютер выступал в качестве контроллера в принципе что что как мы давайте я нажму другой вариант а просто вам покажу в чем профиль да в чем значительно все проще да мы видим что в качестве носителя здесь только наша флешка то есть как вот я тогда говорил у нас только одно устройство это моя флешка и ubuntu этого тоже не должно быть ubuntu только потому что я его уже устанавливал на эту флешку а так по сути мы видим что девайс который у нас монтируется это наша флешечка вот то есть здесь нету ни системных жестких дисков ни другой флешки этот способ значительно проще и быстрее и вы в принципе делаете все в винде вам не нужно перезагружаться вам не нужна живая флешка этот способ очень и очень простой после того как да опять у нас флешка смонтировалась windows опять это сообщение вот после того как вы установили вы можете просто удалить вашу виртуальную машину можно и удалить virtualbox хотя вещь нужная после чего вы просто перезагружаете компьютер и грузитесь флешки но я вам уже показывал что там все установлено все на борту и в принципе все вещи которые я устанавливал они сохраняются самая настоящая живая флешка вот еще имейте ввиду что 8 гигабайт это минимум после того как вы проделаете установку ubuntu скачаете обновление вам как пользователю будет доступно только 2 гигабайта 6 гигабайт займет сама ubuntu вот еще меня спрашивали нужно ли делать файлы подкачки то есть это я сужу по вопросам прошлому видеоролику прошлому способ нет никаких файлов подкачки я не делал то есть вы ничего не выбираете жмете просто установить ubuntu и автоматическая установка это все что вам нужно да и дальше флешечка вполне транспортабельно можно подключать к любому компьютеру благо ubuntu драйвера подхватывает на лету и никаких проблем нету ну а с вами был владимир подписывайтесь на канал комментируйте ставьте палец вверх надеюсь я вам помог до скорых встреч и всем пока счастливо